Будущее на Качканарском ГОКе ожидается без потрясений. Сокращать сотрудников и зарплаты на комбинате не собираются. Об этом заявил председатель областного правительства Денис Паслер на встрече с рабочими комбината. Репортаж Светланы Подкорытовой. Северный карьер Качканарского ГОКа – настоящая золотая жила горняков. Правда, вместо драгметалла – железная руда. В прошлом году здесь поставили настоящий рекорд – перевалили за отметку в 50 миллионов тонн годовой добычи. Северный карьер самый большой по мощности на Качканарском ГОКе. Отсюда добывается 50% всей руды и позволяет работать на уровне 59 миллионов тонн добычи руды в год. Несмотря на то, что сырье на международном рынке подешевело, работа здесь не останавливается ни на минуту. Руду ждут металлурги, а значит, каждый день отсюда уходят сотни рисов на металлургические предприятия области, а также в Китай. Сейчас мы находимся буквально в самом сердце карьера. На одном из нижних уровней. Его глубина 200 метров. В ближайшие 40 лет разработку продолжат и планируют углубиться еще на 250 метров. И если в горах все спокойно, сотрудники ГОКа взбудоражены. С декабря на предприятии говорят о сокращении кадров и зарплаты. Вот уже три месяца руководства ГОКа, профсоюзы и представители областного правительства думают, как избежать потерь. Ведь при сокращении рабочих резко упадет уровень добычи руды. А это может ударить по экономике региона. К тому же ГОК – крупный налогоплательщик. От деятельности комбината зависит и бесперебойная работа промышленного гиганта Нижнего Тагила. Сырье, добытое в Качканаре, поставляют на НТМК. И вот после длительных переговоров глава регионального Кабмина Денис Паслер заявил, на Качканарском ГОКе никаких сокращений не будет. Когда я приезжал три недели назад, когда меня приглашали профсоюзы, стоял вопрос о том, что есть некий документ, который руководствует к сокращению 500 человек с комбината. И сегодня директор подписал соответствующий приказ о том, что сокращаться люди сегодняшние для комбината не будут. Денис Паслер отметил, что это результат совместной работы власти, бизнеса и профсоюзов. Урезать зарплату работникам ГОКа тоже не будут. Изменится лишь способ начисления премий. Если получена дополнительная экономия, то это может пойти на вознаграждение коллектива. Рабочую неделю на комбинате тоже сокращать не станут. На встрече с сотрудниками ГОКа представители областной власти и предприятия успокоили людей. В будущем никаких потрясений.